Страна готовится торжественно отметить 75-летие Великой Победы. Специалисты Чувашского государственного художественного музея открыли свои фонды для того, чтобы показать жителям республики военные страницы истории, запечатленные на холсте. Сталинградская битва – важная веха в летописи войны. Именно с победой в этом сражении началось освобождение нашей страны от фашистских захватчиков. Цена победы была высока. Только на Мамаевом кургане похоронено более 34 тысяч солдат и офицеров, погибших при защите города. Основная цель выставки – гореть на земле Волгограда вечный огонь солдатский – напомнить о тех, кто сражался в этой самой ожесточенной, наверное, битве Великой Отечественной войны. Продолжался она 200 дней. 135 дней защищали Мамаев курган, который периодически переходил за рук в руки. В экспозиции особое место занимают живописные свидетельства художников-фронтовиков, участников сражений. Здесь представлены цветные линогравюры Петра Баранова и Леонида Буракова. Серию акварельных работ посвятил Сталинграду известный художник Валерий Макаров, родившийся в послевоенном Сталинграде. Особое место занимает большая живописная работа Александра Прокопенко «Мамаев курган». Вы знаете, это не только трогает душу, но и заставляет задумываться. Никогда ни наше поколение, ни последующие не должны забывать уроки Великой Отечественной войны. Это наша с вами жизнь. Если мы прошлое не будем помнить, нас не будет. В течение всего года в музее будут проходить тематические выставки. Каждая из них будет посвящена самым важным событиям Великой Отечественной войны. Батальные полотна, портреты фронтовиков, тружеников тыла, послевоенная жизнь страны. Нынешнее поколение не так много знает о великом прошлом нашей Родины. Посетить выставку «Горит на земле Волгограда. Вечный огонь солдатский» можно до 11 февраля. Богдана Дойникова, Алексей Зотиков, Борис Андреев, Республика.